Как заработать на нон-фарме, главной американской новости, а также на австралийском долларе и биткоине. Меня зовут Роман Корнев, приветствую вас, уважаемые трейдеры компании A-Markets. В этом выпуске я расскажу, как торговать самостоятельно или с помощью торгового робота и зарабатывать. Итак, поехали! Начнем с австралийского доллара. Кстати, досмотрите видео до конца, на этой неделе будет новость по австралийскому доллару, обязательно разберем, как на ней заработать. Как видим, формируется некий треугольник, консолидация и она пробила линию сопротивления. Ну, во-первых, мы видим линию поддержки внизу. Если цена дойдет отсюда вниз до линии поддержки, от нее можно будет заработать на покупке, на коррекции вверх. Ставим ордер на покупку, отложенный или рыночный ордер. Синим квадратом я отмечаю разворотные точки и зарабатываем на росте. Теперь давайте посмотрим таймфрейм поменьше. Кстати говоря, в среду выйдет ролик на моем канале, ссылочка в описании на мой канал, про таймфреймы. Кто особенно начинающий, такие ролики будут полезны. Здесь мы видим еще одну линию поддержки. И если цена дойдет до нее, от нее также можно будет купить и заработать на росте. Теперь давайте посмотрим M15. Что мы здесь видим? Мы видим пробитие линии сопротивления. И теперь, если цена вернется обратно, что будет скорее всего, то около линии сопротивления, которая теперь станет зеркальная линия поддержки, от нее можно будет покупать и зарабатывать на краткосрочном росте. То есть, это такая скальпинговая сделка. Таймфрейм M15. То есть, мы ожидаем короткое движение. Как ставить take profit, как ставить stop loss, я рассказываю на своем профессиональном курсе. Если вы хотите заложить фундамент в свою торговлю, торговать более качественно, системно, то обязательно переходите на мой канал и скачивайте бесплатно презентацию моих курсов. Британский фунд движется вот в таком коридоре размашистом. Здесь мы видим два варианта. У нас есть линия поддержки, есть сопротивление. Но чем хорош вот этот канал, он хорош для тех, кто торгует моим торговым роботом. Сейчас идеальная точка, средняя точка, в которой можно запустить робот в режиме buy и sell одновременно. Если цена продолжит двигаться вот в этом канале, робот будет зарабатывать в любом случае, идет цена вверх или вниз. Если у вас счет в компании A-Markets, вы можете получить робота бесплатно. Переходите по ссылке в описании на мой канал и пишите мне в Telegram. Если вы торгуете самостоятельно, вручную, то смотрите, когда цена дойдет до линии сопротивления, от нее можно будет продавать и зарабатывать на снижение. Это очень хороший сигнал. Кто проходил мой профессиональный курс, знают, подтвердят, что эта точка очень хорошая. Если же цена пойдет вниз, то здесь у нас уже будет четвертое касание ценой линии поддержки. Сигнал не очень хороший. Для того, чтобы он стал хорошим, надо дождаться, пока цена все-таки сходит вверх, а потом вернется опять к линии поддержки. Тогда это будет очень хороший сигнал. Здесь можно будет заработать на коррекции цены вверх. Ставим ордера на покупку и зарабатываем на росте. По евро-доллару только скальпинговые сделки на M30. Здесь есть цена, подойдет к линии поддержки вот такой вот. То можно будет зарабатывать на росте. Но евро-доллар, помимо технического анализа, он еще, скорее всего, на этой неделе очень хорошо себя покажет на нон-фарме. Поэтому досмотрите видео до конца. Там будет фундаментальный экономический календарь. Обязательно обсудим, как на этом заработать. Новозеландский доллар. Здесь долгосрочные, скажем так, прогнозы. Здесь у нас таймфрейм W1. Это неделя. Поэтому ожидаем, что цена дойдет до уровня 61,8 Fibonacci. И отсюда будет коррекция вниз. И можно будет заработать на снижение. Пока что я вижу, что цена хорошо отработала. Уровень 50, уровень 38,2. Это очень хорошо. Значит, есть потенциал к коррекции от уровня 61,8. Но это, так сказать, долгосрочные прогнозы. Поэтому ставьте алерт, оповещение. Как ставить его? Кстати, у меня есть отдельное видео на моем канале. Метатрейдер вас предупредит. И вы более точно зайдете в сделку. Доллар и японская иена. Тут также долгосрочный график, но уже на D1. Здесь мы тоже видим, что цена очень хорошо отрабатывает 23,6. На 38,2 можно на прошлой неделе заработали. Я делал этот прогноз на снижение. Видите, цена отбилась от уровня 38,2. В общем, несколько раз. Это подтверждает то, что она может также хорошо откорректироваться от уровня 50 и 61,8. Поэтому ждем цену там. На коротких таймфреймах я сигнала не нашел. Давайте посмотрим еще биткоин. По биткоину вот такая вот интересная картина. После продолжительной стагнации пошел тренд вверх. СМИ начали писать, что вот биткоин вновь возрождается, растет. Вполне возможно, но скажу так. Криптовалюта вообще менее предсказуема, чем обычная валюта. Поэтому если вы торгуете валютами очень хорошо, там предсказуемость очень хорошая. И вы больше заработаете, чем на криптовалюте. На биткоине можно было зарабатывать лет 5-10 назад, когда купил его и держи. Он дай бог вырастет. Сейчас он начинает ходить вверх, вниз, как обычная валюта, только с меньшей предсказуемостью. Поэтому больше рекомендую торговать валютами. Но давайте посмотрим и криптовалюту. Сейчас сформировался, формируется, точнее, уже заканчивает формирование такая вот классическая фигура, как голова и плечи. Прямо вот пункт в пункт, смотрите, минимумы подтвердили вот эту линию поддержки. И сейчас два варианта развития событий может быть. Если цена пойдет вверх, то это будет формироваться как раз-таки плечо. Это голова и плечи фигура. Одно плечо, голова и вот сейчас второе плечо. Если она дойдет до линии поддержки третий раз, точнее уже четвертый раз, то от нее можно ожидать временную небольшую коррекцию вверх и заработать на росте. Если же цена пойдет сейчас вниз, то можно ожидать, что она вот к этой линии поддержки вернется снизу вверх. Это будет зеркальная линия сопротивления. От нее можно будет продавать, зарабатывать на росте. Вот такой, кстати, вариант, он имеет большую силу, на мой взгляд, и лучше его ожидать, чтобы заработать на снижение. Вот такие сигналы на эту неделю. Полный обзор обязательно смотрите на моем канале, там я рассмотрел золото и другие валюты. Сейчас давайте посмотрим экономические события, на которых можно заработать. В понедельник у нас новостей особых нет, начнем сразу со вторника. Во вторник сутрица решение по процентной ставке австралийского банка, центробанка. Поэтому вставайте пораньше, зарабатывайте и потом можете отдыхать весь день. Планируется повышение, это может привести к укреплению австралийского доллара. Идем дальше. В среду женский день, праздник, поздравляю всех женщин, трейдеров. Кстати говоря, среди женщин трейдеров традиционно больше преуспевающих. Почему? Вообще женщин трейдеров меньше, чем мужчин. Однако вот в этом проценте, в своем соотношении, женщин прибыльных трейдеров больше, чем прибыльных трейдеров мужчин в своем сегменте. Почему? Потому что женщины более дисциплинированные, более прилежные, они могут исполнять алгоритм, систему. То как раз, что не хватает у мужчин. Мужчины привыкли рисковать. Несмотря на то, что казалось бы, у мужчин разве это более логическое мышление, а у женщин эмоциональное, полушарие. Тем не менее, вот в плане дел, наоборот, в плане рынка, наоборот. То есть, женщины готовы прилежно соблюдать систему, а мужчины привыкли рисковать. Поэтому желаю всем женщинам счастья, здоровья, успехов и профита. Поехали дальше. Вечером в среду будет новость по Канаде. Будет решение по процентной ставке, но изменения не планируется. Поэтому прямого кода движения направленного мы не ожидаем. Однако увеличение волатильности может дать нам возможность заработать. В четверг ВВП по Японии, также изменения не планируются. Поэтому просто повышение волатильности. Но здесь очень это все ночью будет происходить. Поэтому, я думаю, мало кто это будет торговать. А вот в пятницу на разогреве ВВП по Британии, кстати говоря, планируются изменения в лучшую сторону. Поэтому ожидаем повышения фунта. Ну и вечером изменения числа занятых в местных хозяйственном секторе. Это традиционно нонфарм. Главная новость по Америке. И здесь планируется изменения в худшую сторону. Изменения уменьшения числа занятых. Поэтому, если этот прогноз подтвердится, то ожидаем снижение доллара. Снижение доллара это что? Повышение евро-доллара. Пары евро-доллара. Поэтому поставьте себе алерт. Если забываете, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании на моем канале. Я обязательно вас оповещу об этой новости, чтобы мы вместе могли заработать. Вот такие новости на этой неделе. Если видео было полезно, ставьте лайк. Напоминаю, что если вы хотите пользоваться торговым роботом, бесплатно пишите мне. И вы, если являетесь клиентом Амаркет, сможете получить его бесплатно. Пишите мне в телеграм. Я обязательно вышлю вам условия, на которых вы можете его получить. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.